Природоохранная прокуратура Павлодарской области провела проверку законности выделения земельного участка в пойме реки Иртыш и направила соответствующее поручение в управление земельных отношений по устранению допущенных нарушений. Напомню, жители города пожаловались, что на территории заповедника появились горы из щебня. Как выяснилось, участок почти в 2,5 гектара частной компании под отгрузочный причал предоставил Акимат Павлодарского района с одобрения комитета лесного хозяйства. Однако при этом проект не был согласован с экологами. В ситуации с появлением гор щебня в пойме Иртыша заинтересовались природоохранные прокуроры. Надзорный орган установил, что участок частной компании выделен в нарушение норм земельного законодательства. По данному факту создана специальная рабочая группа. Здесь щебнем уже засыпаны деревья, которые растут, а также имеется место планировки. И вот можно сказать, что деревья даже выкорчены. Если посмотреть по действующему экологическому законодательству, у нас имеется в виду отсылка на закон о особо охраняемых территориях, где указывается, что есть запрет на некоторые виды осуществления деятельности. То есть они должны были разработать проект оценки воздействия на окружающую среду и представить его департамент. У вас никаких бумаг нет? В департамент экологии по данному объекту никаких заявлений, документов не поступало. Установлено, что участок земли в пойме РТШ передан в аренду в фирме по добыче и реализации щебня. Компания намерена организовать здесь отгрузочный причал без строительства. При этом Акимат области не был поставлен в известность. Никаких общественных слушаний также не проводилось. На данном участке есть согласование комитета лесного хозяйства и животного мира, также бассейн и водные инспекции, министерство экологии. Но со стороны местных исполнительных органов никаких разрешений не выдано и с нами не согласовано. Впрочем, фирме уверены, что все сделали по закону и даже назначили дату общественных слушаний. Правда, теперь получается постфактум. Де Юре, говорится в ответе прокуратуры на официальный запрос, компания должна была провести эти процедуры до того, как притронется к землям заповедника. В связи с сложив ситуацию из старого автомобильного моста, запрещение передвижения по нему грузового автотранспорта. Были вынуждены обратиться министерство сельского хозяйства Акимат, нашему городу Павлодара. И вот на сегодняшний день у нас заключен договор аренды на данный земельный участок, получены необходимые разрешительные документы. И на 14 мая текущего года назначены общественные слушания. По экологическому законодательству на особо охраняемых природных территориях разрешена только научно-исследовательская, рекреационная и туристская деятельности. Из Павлодара, Салават Семербулат, Уламарат Игельков, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24.